Премия В этом году лучшими признаны три автора. Среди них историк Вячеслав Никонов за книгу «28 мгновений весны». В этой работе взгляд на окончание Великой Отечественной войны не совсем привычен для читателя. Чаще всего мы знаем о том, что происходило во время штурма Берлина, что происходило в Москве на основе мемуаров наших полководцев, на основе документов. Но в это время происходили важнейшие события в Вашингтоне, в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Сан-Франциско, где начинала создаваться организация объединенных наций. Это была очень насыщенная событиями, причем историческими событиями эпоха, где берут в свое начало холодная война, отношения между Советским Союзом и Соединенных Штатами в том виде, как мы видим сейчас. Когда по-прежнему ежедневно гибли десятки тысяч советских людей, когда штурмовался Берлин, когда поднимался флаг победы. О героях невидимого фронта и страницах нашей истории, которые только предстоит открыть читателю, книга летописца советской и российской разведки Владимира Антонова. Премию вручают его семье. В этом году у журналиста международника историка спецслужб Владимира Антонова не стало. Проработав директором музея службы внешней разведки, естественно, он сам проводил экскурсии, но экскурсии эти были для определенного количества людей, определенного состава. И, конечно, проживя большую жизнь, он хотел рассказать о людях, с которыми ему приходилось встречаться в жизни. Нестандартный взгляд на события вековой давности у историка Сергея Дмитриева. В год столетия русского исхода и окончания гражданской войны он предлагает осмыслить эти трагические события через биографию писателя Владимира Короленко. Я начал работу над этой книгой 33 года назад, когда впервые письма к Луначарскому были опубликованы. Я так увлекся этой темой, работал в архивах. Потом я занимался Грибоедовым, который один из первых разведчиков. То есть, друзья, я хотел вообще выразить какое-то такое, знаете, благодарность тем людям, кто занимаются историей, историческому обществу, книжному союзу, которые очень большое внимание уделяют нашей исторической памяти. Именно через литературу и искусство большая часть читателей получает представление об истории страны. О том, как будут отмечать столетия Музея истории российской литературы имени Владимира Даля в России, в следующем году говорили на заседании Организационного комитета по подготовке к юбилею. Богатство русской словесности безбрежно, как безбрежно и ее музейное наследие. Взять любого крупного писателя, чьи произведения формировали наше национальное самосознание, в фондах музея имени Даля непременно найдутся его реликвии и документы. Музей имени Даля объединяет более 60 федеральных и региональных музеев. Это целая ассоциация, обладающая уникальными фондами. Среди предложений по празднованию юбилея – расширение выставочных и фондовых пространств музея, международные литературные исторические конференции, создание открытого фонда хранилища и музея русского языка в московской усадьбе Морозовых. На будущий год, конечно, приоритетным для нас является открытие Московского музея «Дом Достоевского». Это будет абсолютно нового типа музей, который будет привлекать посетителей, как мы надеемся, и через год, и через 10 лет, и далее. Планируют в следующем году также открыть единую экспозицию, посвященную истории русской словесности, и установить памятник Владимиру Далю в Москве. Пока же великий лексикограф увековечен только в родном ему Луганске и в Оренбурге. Там установлен знаменитый словарь «Даля в бронзе». Служба информации Фонда История Отечества.